Больше за 160 депутатов у Мясцовых Советов приняли уделы у Галиновой Спартакеаде. Летние и зимние споборницы стали традиционными. Таким чином, простовничая улада особистым прикладом пропагандуя здоровый ладжиття. Спартакеада организованного в УНР 75-й год для початку героичной обороны от немецко-фашистских захопников. Неуподковым местом проведения обрали партизанский Кличевский район. На стадионе Кличевского агротехничного колледжа отбылось урочистое открытие. Летние спартакеады депутатского корпуса Могилевской области. После представления команд узнять стяг даручили команде Круглянского района. Пераможцу летошней спартакеады. И як на Олимпиаде запалили огонь. Удачи и справедливого судейства. До гадых споборництва у ягоудельники относятся сурьезно. Кажуть, рыхтоваліся задолго и увогулі. Многие стараються заусюду трымать сябе у спортивной форме. Это очень хорошая идея и хорошая традиция, которая сложилась в Могилевской области. Все изъявили желание поучаствовать в видах спорта и показать себя и представить достойно району. Лёгкая атлеты, кошашки, настольный теннис. Але окромя спортивной была и конкурсная программа самодейности. Другая частка летней спартакеады проходила у знакомитых партизанских усакинских лесах. Во время войны распогалагался подпольный обком партии. Наши ребята, девчата тоже будут жить в таких же примерных условиях, в палатках, на свежем воздухе. И вот этот дух единения, наверное, ещё раз повторяюсь, будет превалировать над духом соперничества. Пропаганда здорового ладу життя, повышение текалности населенца да спорту. И в этой справе усе пераможцы. Что до выника у самой спартакеады, то первое место завоевала команда Кличевского района. Другое и третье, ответно, Бабруйский гарсовет и Круглянский райсовет. Татьяна Сергеевич, Александр Артемьев, Новинрегион. Субтитры создавал DimaTorzok